Сегодня в Норильске состоялось заседание градостроительного сфера весенних праздников. На нем обсудили предстоящие благоустройства города. Всего на повестке дня прозвучало 7 вопросов. Об основных из них. Ольга Зеленая. Место пустыря – благоустроенный сквер. Такой подарок уже в будущем году могут получить жители Ганера от городской администрации. Пустырь, старчащий повсюду арматурой, открытыми коллекторами очень скоро превратится в просторную зону отдыха. С детской площадкой, газонными скамейками. На территории сквер разместится и деревянный храм, ориентировочно на 100 прихожан. Градостроители такое решение поддерживают. Правда, у некоторых возникает вопрос. Не получится ли так же, как с церквью в Комсомольском парке? Очередной недострой городу просто не нужен. Глава Норильска Олег Курилов объясняет, возвести богоугодное заведение вовремя помешало отсутствие проекта. Теперь проект на кровлю сделали. Нужно просто, сегодня мы как раз по этой теме собираемся с, скажем так, благотворителями, которые посмотрим, сколько это стоит, ну и, собственно говоря, как дальше продолжить строительство. Обсудили градостроители судьбу пустующих в городе ростверков. На Талнакской, например, в районе ресторана «Кавказ» таких сразу два. Предприниматели готовы построить здесь современные торговые центры. Большой магазин может появиться и в 71-м доме, при условии, что они будут выдержаны не только в едином духе, но и в цветовой гамме. Начальник городского управления архитектуры Ирина Соболева дополняет. При строительстве будут учтены все детали. Мы предлагаем, чтобы это все получило хорошее благоустройство, не только с точки зрения благоустройства территории, но и учитывая, что каждое из будущих зданий должно быть обеспечено парковкой. И чтобы близлежащие жилые дома не превратились в несанкционированные стоянки. Есть предложение создать в городе очередной спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и с раунами. Территория под будущую застройку уже определена. Это пустующий ростверк на Павлова, 23. Душевые раздевалки, 6 плавательных дорожек для детей и взрослых. Бар и спортивная площадка. Все это разместится почти на 560 квадратных метрах. Городоначальник такую идею поддерживает. Если этот бассейн будет введен в эксплуатацию через полтора года, то, конечно, хорошо. Услуга эта будет пользоваться. В конце следующего года может преобразиться и облик Толнаха. Здесь появятся два здания в стиле рижской архитектуры. Верхние этажи будут жилыми, а нижние офисными. Что касается места будущей застройки, это ростверки на спортивной 4 и 6. Причем технология возведения будет такой же, как и при постройке домов для молодых специалистов на улице Комсомольской. Ольга Зеленая, Сергей Карпов, Алексей Демин. Вести Норильск. Сегодня правительство края утвердило размер прожиточного минимума за первый квартал 2014 года. Он составил 8 478 рублей. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, рост составил традиционные 2-3%. Особенность только что утвержденного прожиточного минимума в том, что его размер впервые рассчитан по-новому. Напомню, в октябре прошлого года депутаты Заксобрания края приняли закон о новой потребительской корзине. В частности, были увеличены нормы потребления мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов. А нормы потребления хлеба, картофеля и маргарина, наоборот, снижены. Непродовольственные товары и услуги по новой методике рассчитываются в процентах от стоимости продуктов питания. На данный момент прожиточный минимум в Норильске установлен на уровне 12 035 рублей с соответствующим разделением по категориям граждан. Сотрудника ГУФСИН подозревают в получении взятки. По предварительной версии следствия, 10 апреля сотрудник исправительной колонии Норильска получил денежные средства в размере 20 000 рублей от осужденного за передачу на территорию режимного учреждения мобильного телефона. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. По уголовному делу проводится предварительное следствие. Сотрудник колонии допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Меродноказание определяет суд. Вообще санкция данной статьи составляет до 7 лет лишения свободы. Перестрелка в Красноярском кафе. Преступник ворвался в заведение у рынка на новой взлетке и буквально расстрелял одного из посетителей. Репортаж Романа Рыкова. Слышал, что ба-бах-бабах там. Я думаю, что это фейерверк что-то. Иногда здесь бывает. Работники и несколько посетителей этого кафе на взлетке сначала и не поняли, что произошло. События развивались в считанные секунды. Неизвестный зашел в кафе примерно в 10 вечера и выпустил свою жертву из пистолета Макарова почти всю обойму. Затем на полу были обнаружены 7 гильз. Тяжело раненого мужчину увезла скорая помощь. Он скончался по пути в больницу на руках у мельников. Ему было 38 лет, воспитывал трех детей. Сейчас в кафе об инциденте напоминает лишь дырка в стене. Куда попал? Куда прям на вылет? Да, а он сидит там. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Он также был ранен из травматического оружия. В настоящее время также находится в больнице и впоследствии будет допрошен. По данному поводу следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 убийства. К слову, 27-летний преступник находился в федеральном розыске за особо тяжкое преступление, причинение вреда здоровью. По версии следствия, на убийство его потолкнула личная неприязнь. Роман Рыков, Севолод Никитин, Вести, Красноярск. Чиновников и сотрудников пресс-служб предлагают штрафовать за просрочку ответа на запрос СМИ. Этот законопроект предложен партией «Единая Россия». Парламентарии предлагают внести изменения в статью закона о СМИ, в которой редакции предоставляется право направлять запрос в форме электронного документа. Также предусматривается обязанность получателя редакционного запроса направлять ответ по электронному адресу. Вводятся и санкции. Так, несоблюдение установленных сроков влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Ответ на запрос должен предоставляться в 7-дневный срок. В случае, когда запрашиваемая информация не может быть предоставлена в указанный срок, редакцией направляется уведомление с указанием другой даты. В Норильске выберут автора лучшей эко-сумки. Организатором необычного конкурса выступила Объединенная дирекция советников Таймыра. Таким образом, норильские экологи решили поддержать всемирно известную акцию «Очистим планету от мусора» и привлечь внимание горожан к теме загрязнения окружающей среды. Члены жюри будут оценивать только те работы, которые выполнены своими руками из экологически чистых материалов. Идея организатора заключается в том, что в будущем эко-сумки должны стать альтернативой пластиковым пакетам. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 12 лет. Заявки принимаются до 31 мая, а в сентябре состоится торжественное награждение победителей. На сегодняшний день пластик очень сильно загрязняет нашу планету. Это ни для кого не секрет. Такая вот частичка своего вклада в, скажем так, не очистку планеты от мусора, а хотя бы не загрязнению. На сцене Норильского колледжа искусств с сольными программами выступили Евгения Медведчикова и Валерия Григорьева. Эти девушки не только учащиеся колледжа, но и участницы небезызвестного коллектива «Белое злато», чьи видеоролики собрали не одну тысячу просмотров в интернете. Чем солистки порадовали зрителей на этот раз, расскажет Маргарита Батыченкова. Название концерта «Молодые голоса старых песен» подобрано не случайно. В репертуаре Валерии Григорьевой и Евгении Медведчиковой русские народные песни и романсы. Этот концерт – не спонтанная работа. Его подготовка длилась довольно долго. Мы решили сделать такой своеобразный отчет, что одна студентка у нас четвертый курс, вторая – третий. Вот мы собрали весь репертуар за три-четыре года. Получилось порядка 25 песен. Сам Андрей Федоськин тоже на сцене. Ему, как и оркестру колледжа под руководством Евгения Чернышева, пришлось потрудиться. Ведь специально для концерта музыку старых народных песен приходилось адаптировать так, чтобы они зазвучали свежо и интересно. Сделать это оказалось непросто. Поэтому и подготовка к концерту получилась напряженной для всех его участников. Подготовка к концерту у нас проходила очень тяжело. Мы постоянно учили песни. У нас последние две недели мы постоянно репетировали в зале. Допоздна сидели в колледже, в воскресенье приходили. Мы очень готовились. И такие старания дали свои закономерные результаты. Протяжные народные напевы не могли оставить публику равнодушной. Тем более, что девушки вкладывали в пение всю душу, не забывая при этом своеобразно общаться с залом. Пусть на сердце, пусть на сердце, пусть на сердце, пусть на сердце, пусть на сердце. Этот концерт – первый в сольной карьере начинающих солисток. До этого был успех в составе коллектива «Белая злата». Так или иначе, неизбежно любое сравнение в пользу одного или другого. Однако с одним певицем разница очевидна. Если в ансамбле девочки зависят только друг от друга, то здесь необходимо сработаться и с музыкальным сопровождением. Да и ощущения от выступлений совершенно разные. В составе «Белая злата» мы команда, мы в пятером, мы все вместе. А тут мы, я одна пою, Женя одна поет, мы в дуэтах, и это как-то все равно совершенно по-другому ощущается. Тем более, да, это от колледжа. Первый концерт прошел с аншлагом. Публика восприняла юных звездочек народного творчества на ура. И вполне возможно, что такой успех не единичный. Ведь работа над новыми песнями продолжается и сейчас. Маргарита Батыченкова, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Ну а мы продолжаем рассказывать вам об участниках конкурса хоровой песни «Споем о войне». Сегодня это коллективы 4-й гимназии, 28-й, 45-й и 29-й школ. Подробнее о конкурсантах Екатерина Копылова. Для ребят из 28-й школы ближе по духу оказалась песня о победном 45-м. В преддверии 9-го мая, считает руководитель, нужно петь веселые песни. Поэтому и выбрали торжественный праздничный вальс. Ну а чтобы передать настроение, во время репетиции педагог просила ребят не забывать про улыбку и делать акценты на отдельных фразах. Вот здесь выделите, пожалуйста. Ведь день победы разоглубывает. А еще много рассказывала о том знаменательном для всей страны дне. Так что даже самые маленькие участники хора первоклашки знают, о каком великом празднике поют. ПЕСНЯ А вот вокалисты постарше представляют, насколько трудно приходилось в военные годы. И в моменты отчаяния спасали именно песни. Несмотря на то, что были войны, то есть была надежда на то, что все будет хорошо, и вот все песни вы сочиняли. Ребята из 4-й гимназии подготовили песню о прадедушках, ведь они то поколение, которое именно от прадеда впервые услышало о войне. Но даже такая веселая песня вызывает у ребят слезы. Она говорит нашу прадедушку, что мы их очень любим, и мы их благодарим, что мы родились на таком сете, где нет уже войны. Во время выступления юные хористы пели настолько эмоционально, что едва удерживались головные уборы. Прадедушка, прадедушка, он защищал жену свою и сына. Самый главный человек в жюри – ветеран Гавриил Мязин, в арсенале которого ни одна история о войне после этой песни, решил рассказать участникам хора не о войне, а о своих правнуках. Имея 9 внуков и правнучку, которой, правда, второй годик, И в этом плане я как бы чувствовал, что в какой-то степени и песня про меня. Ответственный момент наступает и для хора 45-й школы. Это первый их выход на телевизионную сцену, поэтому волнение неизбежно. К тому же песня непростая, чтобы не было больше войны. Очень важно спеть хорошо, чтобы другие прочувствовали то, что было тогда. Чтобы Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Уже после выступления девочки рассказали о том, как долго готовились и как много для них значит участие в таком конкурсе. Как оказалось, соревновательный момент не самый главный. Надеемся, что мы победим все-таки. Если нет, то мы будем очень рады, что мы хоть поучаствовали и поняли, что такое война. Тем временем на подходе 29-я школа. Хор подготовил трогательную песню о той весне. Педагог услышала ее в одной из передач о войне и решила именно эту песню представить на конкурсе. Во время репетиции ребята спели настолько проникновенно, что заставили заплакать директора школы. На выступлении задача другая – спеть так, чтобы исполнение запомнилось и членам жюри. Вступление хоров 4-й гимназии, 28-й, 45-й и 29-й школы можно увидеть сегодня на телеканале «Россия-24 Норильск» в 20.50 и в 21.30. Екатерина Копылова, Вести, Норильск. И о новостях спорта. В детско-юношеской спортивной школе номер 3 прошел Кубок города Норильска по фехтованию. Скрестить шпаги собрались порядка 50 спортсменов. Причем не только нынешние ученики, но и выпускники школы. За зрелищными дуэлями наблюдала Оксана Завгородняя. Городской турнир – это традиционное мероприятие в спортивной сетке любой дю США. На этот раз сильнейших в своем составе определяли фехтовальщики. Городских чемпионов определяли среди спортсменов центрального района. Причем не только из числа учеников детско-юношеской спортивной школы, но и выпускников. Правда, успех, как правило, не на их стороне. Они закончили школу, тренировки постоянно не посещают. И поэтому результат достигают те, кто ходит постоянно на тренировки. Чаще это действующие спортсмены, а не бывшие. Как и в любом виде спорта, самое главное фехтование – это упорство и регулярность. Вот и в лучшие выбиваются те, кто по-настоящему болеет за свое дело. В каждой школе есть свои сильнейшие. Владислав Журавлев недавно вернулся с первенства мира, которое проходило в Болгарии. Однако результат его не порадовал. Он не смог попасть в тридцатку лучших, оставшись на сороковых позициях. Тем не менее, о поездке не жалеет. Хоть и проиграл, но все равно опыт, есть к чему стремиться и знаю, что будет дальше делать. И хотя городские поединки после таких поездок для Влада уже не так интересны, тем не менее, от участия в них он никогда не отказывается. Все равно у нас есть, как и вставать. То есть, все равно какой-то интересный есть. Неудивительно, что и в этот раз Кубок Норильска достался Владу. Его уколы поражали цель точнее других, поэтому он подтвердил свой класс, удержавшись в позиции лидеров. Среди девочек лучшей стала Лейла Фатаева. Оксана Завгородняя, Маргарита Батыченкова, Сергей Карпов. Вести Норильск. А вот 20 апреля на стадионе «Заполярник» состоится турнир по футболу в Валенках. Этот необычный вид спорта с каждым годом набирает популярность. Организаторы планируют привлечь максимальное количество участников. Испытать себя и побороться за призы сможет любая команда. Для этого достаточно иметь свои валенки и подать заявку до 18 апреля. В этом году управление по спорту предоставляет кубок, который будет разыгрываться. Спонсор турнира предоставляет медали для трех команд. Далее в выпуске прогноз погоды на завтра. 16 апреля в Норильске переменная облачность. Ночью мокрый снег с дождем, днем временами снег. Ветер южный с переходом на северный 7-12 метров в секунду. Порывы 13-18. Ночью в горных районах порывы 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 8-10 градусов. Продолжение следует...